Продолжение следует... Продолжение следует... Но я хочу сказать вам, что куда важнее для вас вести праведную жизнь на Земле. Ведь именно так и можно обрести вечную жизнь. Чем больше мы это сознаем, тем шире наша возможность в вечности. Это очень важно. Всех нас наградят по-разному. Всех нас ожидает разный результат. Я знаю, что это не очень политкорректно, но это правда. И важно понимать, что это меняет то, как мы проживаем нашу жизнь. Так давайте откроем послание к евреям, где сказано, что без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И ищущим Его воздаёт. Итак, что касается веры в Бога, то тут важны две вещи. Во-первых, мы должны верить, что Он существует. А во-вторых, помнить о том, что Он воздаёт тем, кто ищет Его. Итак, Бог воздаёт тем, кто ищет Его. Если вы будете искать Бога, вам за это воздастся. Вы скажете, ну, конечно, пастор, ведь благодаря этому мы попадём на небеса. Но это не то. Это ваш дар. То, что вы стали частью Царства Божьего, это не награды. Вы не делали ничего для этого. Награду же надо заслужить. Это реакция на ваш выбор. То, что мы попадаем на небеса, это наше наследие. Это дар каждому, кто сделал Иисуса Назарея Господом своей жизни. Это замечательно. Это и есть благая весть Евангелия. Это означает, что вы не будете жить в безбожии и во грехе. Больше у злых сил нет власти над вашей жизнью. Это доступно каждому. Неважно, какой у вас IQ, сколько у вас денег на счёте, какого цвета у вас кожи или какой формы нос, это и есть благая весть. Но когда вы рождаетесь свыше, что вам делать дальше? Всё просто. Ищите Бога, и вам воздастся. Спасибо за энтузиазм, с которым вы принимаете моё великое откровение. Итак, сейчас мы прочитаем, что сказано в послании к римлянам. Там эти же вещи описаны немного с другой перспективы. Там Павел задаёт вопрос. Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? То есть от соблюдения закона. И сам же отвечает на этот вопрос. Великое преимущество во всех отношениях. Итак, какое преимущество быть иудеем? Какое преимущество от соблюдения закона? Павел отвечает на эти вопросы. Великое преимущество во всех отношениях. Вроде и так всё ясно. Так зачем же он задаёт вопрос? Но дело в том, что в нашем мире распространено неестественно враждебное отношение к еврейскому народу. Оно продолжается уже много веков. Это один из необъяснимых моментов истории, но это так. Враждебное отношение к еврейскому народу всегда было распространено среди многих народов и империй. Оно было во многие периоды времени и во многих культурах. У этого отношения есть даже свое название — антисемитизм. Именно так называют враждебное отношение к еврейскому народу. К сожалению, это слово связано и с историей церкви. Одним из крупных очагов антисемитизма как раз была христианская церковь. Он был частью истории нашей церкви с самого ее начала. Когда Павел писал послания к римлянам, он преследовал в том числе такие цели, как искоренение антисемитизма. Видите ли, церковь в Риме первоначально была основана как еврейская церковь. Первые ее лидеры были из еврейских общин. В те времена ко власти в Риме пришел император, который ненавидел еврейский народ и прогнал всех евреев из своего города. Поэтому лидерами церкви стали другие люди. Эту нишу заняли верующие неевреи. Новый Завет называет таких людей язычниками. Но вот прошло несколько десятков лет, и другой император разрешил евреям вернуться в город. И когда еврейские церковные лидеры вернулись в Рим, им там были не рады. Произошел конфликт, и значительная часть послания к римлянам, посвящена путям улаживания этого конфликта. Павел пишет церкви в Риме о том, что Бог не был против еврейского народа. Вот почему он и задает церкви этот вопрос. Какое преимущество быть иудеем? И отвечает на него, великое преимущество во всех отношениях. Почему это так? Легко объяснимо. Наш Мессия, наш Господь и царь царей был евреем. Если вы не любите евреев, то тогда встреча с царем царей будет для вас немного странной. Когда вы прибудете к воротам Нового Иерусалима, вы увидите, что на них написано еврейское имя. Без еврейского народа у нас бы не было нашей веры. У нас бы не было Мессии, пророков, закона. Это наводит нас на мысль, что для того, чтобы быть с Богом, мы должны заплатить какую-то цену. Еврейский народ заплатил за это особую цену. Бог очень рад видеть нас в своем царстве. Он рад, что мы пробудились и готовы осуществлять его предназначение. Поэтому мы должны быть солью и светом в этом мире. А еще Бог пообещал вас дать нам, если мы посвятим свою жизнь его предназначению. Большинство из нас это не интересует. Эти люди хотят прокомпостировать свой билет на небеса и жить только для себя. Я предлагаю вам посвятить пару недель тому, чтобы представить, что ваша нынешняя жизнь — это инвестиция в грядущую жизнь. Я не думаю, что вы разочаруетесь. Давайте посмотрим первое послание к Тимофею. А именно, сказано, телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Итак, благочестие на все полезно и имеет обетование для настоящей и будущей жизни. Я повторил эти слова, чтобы сконцентрировать ваше внимание на том, что сейчас мы живем настоящей жизнью. У нас есть тела, а также мы знаем, что рождение и смерть — это части жизни. Это ее неотъемлемые части. Нас всех волнует вопрос, а что же потом? На него Библия дает нам очень ясный ответ. У нас будет будущая жизнь. Ваше существование не закончится, когда ваша телесная оболочка износится. Аллилуйя! Кстати, Писание говорит нам, что мы с вами должны прожить свои жизни так, что когда у нас начнется будущая жизнь, у нас уже были в нее инвестиции. Цель нашей веры — это не обретение вечной жизни, а постараться провести наши дни под солнцем так, чтобы Бог вас дал нам. Я подобрал несколько строк из Писания, и сейчас вам их прочту. Они иллюстрируют нам благословение, которое обещал Бог. Вы должны начать жить с уверенностью, что вас ожидает вечная жизнь. Не позволите эмоциям, различным ситуациям из повседневной жизни, испытаниям, трудностям, а также тягостям, лишить вас радости от того, что у нас с вами великое предназначение. В нашей будущей жизни нас ждет награда от Создателя Всего Сущего, которая превыше всякого времени. Я знаю, что это сложно, но десерт подается всегда в конце обеда. Поэтому я не говорю, что в это просто верить. Я лишь утверждаю, что мы получим хорошие дивиденды, если будем жить такой жизнью. Итак, откроем послание к Ефейсиным. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. Обратите внимание на эти слова. Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны. Этот стих доказывает, что Бог и вы не зависите от времени. Еще до того, как был сотворен мир и появилось время, Бог уже избрал вас. Бог в Своей мудрости выбрал для нас это время. Он подобрал данный отрезок времени для того, чтобы мы с вами жили сейчас на планете Земля. Он все создал и устроил так, что вы родились. Он подобрал для нас семьи, а еще Он избрал нас. Да, Он избрал нас. Вы знали, что Бог вас избрал? Возможно, вы чувствуете себя покинутым, а когда-нибудь мечтали о том, чтобы вас избрали или приняли куда-то, а приглашение так и не приходило? Я хочу вам сказать, что Создатель Всего Сущего избрал вас. Послушайте, это подарит вам избавление. Если Создатель Всего Сущего взял меня в свою команду, а я вам не нравлюсь, я просто буду собой. Бог избрал всех нас. Он избрал вас для двух вещей, чтобы вы были святы и непорочны. У нас самих ничего не получится. Своими силами и способностями нам ничего такого не добиться. Но Бог избрал нас еще до сотворения мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним. Послушайте, тот факт, что вы будете последователем Иисуса Христа, не лишит вас каких-то прелестей жизни. Это не лишит вас радости или каких-то возможностей. Наоборот, это обогатит ваши дни на земле и в вечности. Мы игнорируем людей, мы топчем ценности, мы закрываем на все глаза, если перед нами возникает перспектива увеличить то, что мы имеем. Но Иисус говорит нам, остановитесь, ведь это не лучшее поведение. Чтобы мы могли это лучше понять, он рассказывает притчу. У одного богатого человека было хорошее вражей в поле, и он рассуждал сам собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большее, и соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но бог сказал ему, а, кстати, вы знали, что бог советует вам, как прожить вашу жизнь, а? Это правда. Вам даже не придется его ни о чем просить, ведь он создатель всего сущего и знает все сам. Ему не нужно приглашения. Кстати, это один из даров бога нам, ведь так мы понимаем, как оценивать свою жизнь. Бог сказал тому человеку, безумный, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, так кому же достанется то, что ты заготовил? Люди не могут сами принимать решения, потому что они подвержены слабостям. Этот человек решил оставить весь свой урожай себе. Запомните эту причину. Если бы не могли смотреть на мир глазами Бога, если бы мы не знали Бога, тогда бы наши решения были безумны. Ведь большинству из нас нужен совет от Бога. Мы хотим, чтобы он посоветовал нам, как вести бизнес. Мы приводим к нему своих детей и просим дать им совет касательно образования и как начать их бизнес. Он наш пример для подражания. Он в курсе всего и знает, что будет происходить в экономике. Вам больше не придется находиться в игре, если он того не хочет. В Библии ничего не говорится о нраве, характере и ценностях того человека. Там просто сказано, что однажды в его жизни пришел успех, но Бог назвал его безумным. Он хотел все оставить себе. Но наша земная жизнь ограничена временем, и однажды она закончится. Сегодня мы должны задать себе вопрос. Какие последствия будет иметь наше решение? Принесет ли оно пользу в нашей будущей жизни? Ведь всем нам придется держать ответ о том, как мы прожили свои жизни. Это ответ не на вопрос, попадете вы в ад или в рай. Если вы последователь Христа, то этот вопрос для вас уже решен. Бог желает оценить, как мы прожили свои дни на земле. В конце этой притчи Иисус сказал, «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Можете обвести эти слова кружком. Это мораль данной притчи. Предупреждение в начале этой притчи дает нам понять, что мы должны принимать решение так, дабы богатеть в Бога. Теперь перейдем к первому посланию к Тимофею. Там сказано, «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе, и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Я считаю, что в этих строках никоим образом не порицается богатство. Библия вообще этого не делает. Она четко и ясно говорит нам, что изобилие — это Божие благословение, а бедность — это проклятие. Нищета не принесет вам великой духовности, а в изобилии и успехе нет никакого утаенного зла. Иногда мы видим человека, который успешнее, чем мы, и сразу начинаем думать, что для того, чтобы прийти к успеху, он совершил что-то аморальное. Люди часто говорят другим, «Ты ходишь в церковь больше моей, потому что ты падок на грехи. Тебе лучше поговорить с людьми из моей церкви, они настоящие праведники». Итак, Павел пишет, «Увещевая их, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». И вот мы снова пришли к мысли, что должны собирать сокровища для будущего, не строить себе резиденции, а делать так, чтобы наши решения в земной жизни помогли нам богатеть в Бога. Сейчас перейдем к Евангелию от Матфея. Там мы можем видеть, как Иисус снова учит людей, а именно читает Нагорную проповедь. Это одно из самых известных мест Нового Завета. Он говорит, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешутся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». В этом небольшом отрывке Иисус девять раз говорит, кто может быть блажен за свои действия. Божие благословения — это не прихоть. В притчах сказано, незаслуженное проклятие не сбудется. Ведь проклятие — это тоже не прихоть. То, что истина в негативном смысле, истина и в позитивном. Божие благословения — это не прихоть. Они даются нам за решения, которые мы принимаем в своей жизни. Именно об этом говорит Иисус. Он перечисляет, за что может благословить Бог. Этот список привел меня к мысли о новых приоритетах. За каждым из этих новых приоритетов следуют свои результаты. Результаты этих бесценны. Ни одного из этих результатов вы не можете добиться своими силами. Эти результаты бесценны. Они были бесценны еще до рекламы «Мастеркард». Иисус говорит блаженны нищие духом. Но что значит быть нищим духом? Это значит быть бедным? Лично я считаю, что быть нищим духом значит укращать свою духовную гордыню. Но многие религиозные люди тяготеют к духовной гордыне. Мы думаем, что мы лучше других из-за песен, которые поем, из-за перевода Библии, которым пользуемся, из-за времени, в которое мы проводим службы, из-за многого другого. Но Иисус говорит, что ваши отношения с Богом зависят не от вас. Блаженны нищие духом. Так что же их ждет? Ибо их есть Царство Невестное. Это великий дар. А еще Он говорит блаженны плачущие. Почему Он благословляет плачущих? Плач — это наша физиологическая и эмоциональная реакция на какое-то большое горе. Это не просто плач о смерти. Это страдание от потери, которая сопровождается плачем. Но Иисус сказал, что блаженны те, кто плачет. Я часто встречал людей, которые пережили потерю, но они не горевали. Вместо этого они ожесточились на жизнь и жили со злобой в сердце. Но Иисус сказал блаженны плачущие. Ведь так вы можете пережить потерю дорогого вам человека и обратить свое сердце к Господу. Какое же вас будет ожидать благословение? Вы утешитесь. Вы найдете утешение в Боге. Подумайте, что лучше — жить с гневом, ожесточенностью и разочарованием? Или утешиться? Поверьте, утешение бесценно. А что у нас там дальше? Блаженны кроткие. Я никогда не слышал, чтобы кто-то молился о кротости и говорил, Боже, пусть мои дети будут кроткими. А все потому, что мы должны понять, что кротость — это не слабость. Библия говорит о Моисее, что он был кратчайшим человеком на земле. Но поверьте, Моисею уж никак не назовешь слабым. Однажды он вошел во дворец фараона, который был самым влиятельным военным, экономическим и общественным лидером того времени и сказал, «Отпусти своих рабов». Фараон ответил ему, «Не подумаю». Но в итоге египетские рабы ушли с Моисеем. Моисей повел за собой несколько сотен тысяч людей через пустыню. У них не было с собой ни еды, ни оружия, ни социальных гарантий. Но они процветали. Моисей был кем угодно, но не слабаком. Лично я понимаю кротость так. Это спокойная уверенность в Божьих безграничных способностях. Спокойная уверенность в Божьих безграничных способностях. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Подумайте о том, что значит унаследовать землю. Я думаю, очень многие из вас мечтают о получении наследства. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Кажется, что упоминаемые здесь люди бездействуют, но это не так. Больше всего нас побуждают к действию именно голод и жажда. Независимо от того, насколько вы набожны, мудры или образованы, когда вам очень хочется есть или пить, вы забываете обо всем. Вот почему Иисус использует здесь такие слова, а говорит Он алчущие и жаждущие правды. Это означает, что таким людям не все равно, что происходит. Иисус говорит, если вы будете алкать и жаждать правды, вы насытитесь блаженно чистым сердцем, что ждет их, они узрят Бога. Поверьте, это того стоит, это бесценный дар. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. И далее Иисус говорит, блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». То есть, если вы будете почитать Господа своей жизнью, вас ожидает награда. Когда я провожу проповеди на эту тему, мне чаще всего задают один и тот же вопрос. «Пастор, скажите нам, пожалуйста, что же мы должны делать?» Мне говорят, «Назовите мне пять дел, благодаря которым я буду богатеть в Бога, и я их сделаю». Такие люди хотят получить уже готовый список дел. Но чтобы понять, что нам нужно делать, мы должны обращаться к Писанию. Но лично мне кажется, что важно не то, что вы делаете, а что вы ощущаете своим сердцем. Вы должны хотеть угождать Бога. Поэтому стоит задать себе вопросом, к чему меня приведут эти действия, к чему я должен посвятить себя, что меня вдохновляет, о чем я мечтаю, какие у меня цели. У всех нас есть свои работы и обязанности. И иногда нам всем хочется расслабиться и отдохнуть. Все это тоже наша жизнь, но что вдохновляет вас больше всего. Кем вы хотите быть? Хотите ли вы угождать Богу? Хотите ли вы быть Божьим сыном или дочерью? Или же вы хотите, чтобы люди ценили вас за что-то другое? Кем вы хотите быть? Вы скажете, «Но зачем мне хотеть стать Божьим сыном?» Да потому что Бог богато вознаградит вас за это. Поверьте, это того стоит. Если вы будете последователем Христа, это не уменьшит вашу жизнь. Это не лишит вас чего-то. Это не украдет у вас чего-то. Бог воздаст вам за выбор, который вы сделали в своей жизни. Итак, давайте же подведем итоги. Я дал вам пять советов. Во-первых, Бог воздаст вам за выбор, который вы сделали в своей жизни. А еще во Христе вас ждут просто невообразимые благословения. Лучше всего это иллюстрирует сотворение мира. Есть ли что-то прекрасней заката или весенней поры, когда все вокруг в цвету? Никто из нас не может ничего такого сделать. И то, что приготовил для вас Бог в будущей жизни, еще прекрасней. Вы представить такого не можете. Уж поверьте, мы сразу начинаем представлять себе прекрасные дома и особняки в таких случаях, но нас ожидает нечто большее. В-третьих, мы должны научиться понимать ценности Божьего Царства. Так мы будем знать, во что нужно вкладывать себя. Жизнью в земном мире все понятно. Мы прекрасно знаем, какие здесь ценности, но мы должны научиться понимать ценности Царства Божьего. Также мы должны помнить о том, что нас ждет вечная жизнь. Не нужно отчаиваться на своем жизненном пути, сколько бы вам ни было лет. Это просто период вашей жизни, когда вы должны почитать Бога, а затем вас ожидает будущая жизнь. Не забывайте, что Бог верен и праведен. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью, поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе, а также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Присоединяйтесь к нам, чтобы принести добрую вести Иисуса как можно большему количеству людей. Мы приглашаем вас стать партнером служения предназначения. В подарок мы вышлем вам книгу пастора Аллена Свобода от беспокойства. В этой книге вы узнаете, как можно избавиться от тревоги и страха, чтобы наслаждаться свободой в Иисусе Христе. Зайдите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране. Благодарим за вашу поддержку. Присоединяйтесь к нам, чтобы принести добрую весть Иисуса как можно большему количеству людей. Мы приглашаем вас стать партнером служения предназначения. В подарок мы вышлем вам книгу пастора Аллена Свобода от беспокойства. В этой книге вы узнаете, как можно избавиться от тревоги и страха, чтобы наслаждаться свободой в Иисусе Христе. Зайдите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране. Благодарим за вашу поддержку. Продолжение следует...